Всем привет! Рада видеть вас на своем канале! Вот такая красота вернулась ко мне на коррекцию. Отпуск прошел, дизайн уже не актуален, да и отросло покрытие. Клиентка говорит, что многие делали комплименты по поводу ее маникюра. Некоторые даже просили номер телефона мастера. Мне, как исполнителю, конечно же, приятно, что моя работа нравится. Видео с этим дизайном есть на канале. Кто не видел, ссылку оставлю в описании. А я перехожу к работе. Снимаю старый материал. Чтобы упростить себе работу, сразу убираю длину. Меня часто спрашивают, какая фреза для снятия нравится в работе больше. Керамика или твердосплав? Раньше я все время снимала старый материал твердосплавной фрезой с синим пояском. Вот она, вы ее знаете, она у меня в каждом видео мелькала. Но недавно заказала эту керамическую фрезу. И увидела кардинальную разницу в работе этими фрезами. По крайней мере, вывод я сделала именно по моим фрезам. О всех остальных в целом говорить не могу, так как фрез очень много. Много разных производителей, соответственно, и фрезы работают по-разному. Так вот, на своих фрезах я заметила, что твердосплав медленнее снимает покрытие. Она снимает более нежно и деликатно. Но при этом фреза делает много пыли. А вот керамическая фреза быстрее снимает, но делает меньше пыли. Она удаляет старый материал более крупными частичками, которые падают вниз. При этом не распыляясь. Пояски на обоих фрезах синие, но даже визуально на керамической более крупной абразив. Так что, судя по своим фрезам, по работе с ними, я пришла к выводу, что ногти, укрепленные гелем и полигелем, легче и быстрее мне снимать керамической фрезой. А при снятии старого материала с укрепленных базой ногтей, там, где нужно более деликатное снятие, использую твердосплав. Знаю, есть и твердосплавные фрезы с более грубым абразивом. Но у меня на данный момент вот такие фрезы, и я нашла для себя оптимальную работу ими. Протестируйте свои фрезы на снятие разных покрытий. Возможно, тоже откроете для себя более удобную и комфортную работу. Ногтем на мизинце клиентка ударилась. Снимаю старый материал аккуратно. Здесь отслойка ее нужно опилить и убрать. В основном покрытие даже при такой длине отлично относилось. Далее придаю форму свободному краю, смягчаю углы. Всегда после длинных мягтей клиентка делает короткие. И наоборот, не дает мне скучать. Прохожу пилочка по поверхности, убираю глянец от рожей части ногтевой пластины. Мизинчик тоже опиливаю. Прохожу пилочка по поверхности, убираю глянец и остатки старого покрытия. Выравниваю торец, чтобы подставить форму. Перехожу к маникюру. Первым делом отодвигаю кутикулу и открываю под кутикульный карман. И теперь работаю фрезой. Прохожу к маникюру. Прохожу к маникюру. Прохожу к маникюру. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Обожаю сравнивать. Именно для видео я делаю полностью маникюр на одной руке, потом на другой. Это делает работу более длительной по времени, но зато какой контраст при сравнивании. Ногти с внутренней стороны мы украсили блестками. Клиентка переживала, что все эти блестки поотслаиваются, но нет все на месте. Но такой декор смотрится красиво, пока покрытие не начинает отрастать. Сейчас, конечно, на вид не очень симпатично. Ногти подготовлены. Наношу кислотный праймер от Космопрофи. С бескислотным праймером эти руки возвращались постоянно с отслойками. Я просто намучилась с ними. Проблема решилась, когда я стала использовать кислотный праймер. Теперь грунтовочный слой базы. У меня каучуковая база от Космопрофи. Клиентка хочет молочные ногти. После такого яркого сложного дизайна хочется что-то нежное и не яркое. Поэтому укрепление буду делать акрилатиком Soft White от Космопрофи. У Космопрофи есть акрилатик White. Это белый материал. Но сегодня нужен именно молочный. А это Soft White. Также у Космопрофи есть молочный гель. Я его неоднократно показывала. Я его очень люблю. Но здесь нужно кое-где достроить параллели. Хочу это сделать за один слой. То есть и укрепить, и за этот же слой выровнять форму. На это способен только акрилатик. Полигель хоть и молочный, но все-таки имеет достаточно выраженный цвет. Апельсиновой палочкой не получается равномерно у кутикулы выложить так, чтобы было без проплешин. А вот кисть мягче. Материал под ней более-менее равномерно остается лежать. Ноготь для мизинца нужно нарастить, выровнять по длине с остальными ногтями. Подставляю форму и за один слой делаю и укрепление, и выстраиваю длину. При выкладке слежу, чтобы боковые параллели были ровными. Пилочкой выравниваю торец после фрезы. Очень красивые и нежные ногти получились. Перехожу к дизайну. Он будет очень простой и нежный под стать нашим ноготкам. Делаю тоненькие нити травинки гель-паутинкой. Убираю краску с кожи, чтобы она не просохла в лампе. Для дизайна возьму номер 25 и номер 495 от Космопрофи. Темным оттенком рисую лепестки цветка. Прорисовываю лепестки по контуру, а потом стягиваю цвет к серединке. Самый простой и легкий способ нарисовать цветочек. Ярким розовым закрашиваю оставшуюся область лепестков. Немного растушевываю по краю, чтобы сделать более-менее плавный переход от розового к фиолетовому. Добавляю еще несколько лепестков. Черной гель-краской рисую стебелек. Чуть-чуть прорисовываю лепестки в основном у основания. И ставлю несколько точек декоров. Перекрываю ногти топом. У меня Gloss Top Luminum от Космопрофи. Белой гель-краской без липкого слоя очень тоненько прорисовываю лепестки. Напомню, какие ногти были до... И какие милые малютки стали. Вот такие перемены произошли в жизни этих ногтей. Ссылка на интернет-магазин Космопрофи будет в описании под видео. Проходите у Космопрофи невероятные материалы. Очень большая палитра цветных гель-лаков. Очень качественные гели и акрилатики. Работаю с этими материалами с самого начала своей деятельности мастера маникюра. Если вам было со мной интересно, жду от вас лайк. Если понравился дизайн, оставляйте цветочек в комментарии. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал. Впереди много интересных видео о маникюре и педикюре. И много интересных идей для дизайна. А на сегодня у меня все. Всего доброго. Хорошего дня.